Так выглядел монумент на веки с Россией 8 августа 8 лет назад. Наша Дина Мустаева узнала про реконструкцию памятника и о том, каким будет каскад фонтанов на Аллее Дружбы. Тогда в Саранске активно готовились отмечать круглую дату – тысячелетие единения мордовского народа с народами российского государства. По проекту женщины из бронзы будут возвышаться на 13 метров над землей, а под памятником откроют панораму, рассказывающую об истории дружбы народов России и Мордовии. А пока на стройплощадке круглосуточно трудится около 120 человек из более чем шести подрядных организаций. Проблемы, признаю честно, возникают, но все решается в рабочем режиме. Здесь 35 чаш, более 350 водных форсунок, более 450 прожекторов и 12 уникальных струй и джампиджетов. Это такие летающие струи, как говорят, стеклянные. А вот таким это место увидела и показала всем Людмила Кусерова ровно год спустя. На площади в два гектара в тот день собралась добрая половина города. Когда гости торжественно перерезали красную ленточку, толпа замерла в ожидании. И вот тот самый момент, ради которого сотни зрителей за несколько часов до начала церемонии пришли к памятнику, нажав на символическую красную кнопку. Владимир Волков и дети запустили фонтан. Они же первыми вступили на мокрые от воды покрытия. Почти сразу те самые уникальные летящие струи немного подмочили не только первые лица республики, но и их костюмы. Любители экстремальных видов спортов в Ковылкинском районе намочили не только костюмы, а в целом нивы, уазы и даже грузовики. В рамках гонки в Астаму участникам из Мордовии и городов по Волжье предстояло преодолеть несколько десятков километров за 14 часов. Их ожидали болота и равнины. Не устояла в стороне даже наша Наталья Тюрина. Кроме внедорожников в соревнованиях участвовали и грузовые автомобили, которые самые сложные точки брали без труда. Затянувшиеся дожди стали причиной ЧП, произошедшего 8 августа 2013 года. На улице Строительной смыло проезжую часть в овраг. На место приехала бригада рабочих, представители городской мэрии и съемочная группа 10 канала. Владислав Мишанин рассказал жителям светотехстроя, обычно выбирающим этот маршрут объездной дороги в сторону железнодорожного вокзала, чтобы искали новые пути. Пушкинский парк ровно через три года в этот день здесь говорили и пели песни на национальных языках. Демонстрировали подделки сельских мастеров и угощали зрителей изысканными блюдами. Поволжский центр культур финно-угорских народов устроил первый в своем роде фольклорный сельский фестиваль. На высоте 60 метров открывается прекрасный вид на город. В этом 8 августа 2017 убедилась Екатерина Журавлева. На смотровой площадке МГУ имени Огарева тогда открыли выставку «Глазами художников». В экспозиции виды старого и современного Саранска в интерпретации Евгения Проничкина, Елены Березиной и Дениса Куксова. У каждого гостя выставки есть возможность взглянуть на столицу Мордовии по-новому. Ведь здесь можно не только увидеть город с высоты птичьего полета, но и прогуляться по нему вместе с саранскими художниками. Таким нам запомнился этот день 8 августа разных лет. Алена Маскалева, Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова